Мне наконец-то, вы можете меня поздравить, кстати, у меня наконец-то появились люди, которые пишут мне угрозы и оскорбления уже без ничего. Мне уже пишут просто, типа, ну, угрозы прям. Ты умрёшь от моей руки. Ну, типа, да. А раньше писали, ты умрёшь потому что, а сейчас уже это не пишут, просто пишут. Ты! Говно! Привет, ребята! Пока я нахожусь в большом-большом расстоянии от дома. Я нахожусь в туре уже три недели. И, конечно, я не мог не заехать в Екатеринбург с концертом. Спасибо большое всем, кто пришёл на концерт. Кстати, в Екатеринбурге, если вы смотрите, был потрясающий концерт. И, конечно, я не мог не заехать к Серёге. И так получилось, что в прошлый раз мы снимали подкаст где-то на студии, а сегодня мы приехали прямо на работу. Да. Собственно, где работает Сергей. Я думаю, лучше ты расскажи, что здесь происходит и вообще, что это за центр. Слушай, а может быть, ты для начала поделишься вообще впечатлениями, эмоциональным ощущением от того, вот ты зашёл, ты увидел что-то, ну, некоторые помещения. Да, да, есть ощущения. Ты увидел директора нашего даже. Я увидел вашего директора, я зашёл, здесь очень пахнет вот именно местом, где, куда приходят дети. Прям такие, причём дети сюда приходят, и им сильно пахнет этим, как бы это странно сейчас или не звучало. Ну, это странно позвучало. Ну, пахнет. Ну, знаешь, вот такое вот прям есть, вот потому что здесь есть что-то такое, вот этот запах, он такой более живой. Потому что когда вот место, где приходят, если бы здесь были только взрослые, здесь было бы всё гораздо так... Всё посуровее, позлее. Да, кушетка, люди какие-то, ну, там какие-то там фотографии, возможно, Фрейдов, для того, чтобы люди впечатлялись. Люди же, когда приходят, они же такие так, ну, здесь знают. Про Фрейда надо, слышали. Да, про Фрейда, если знают, здесь не дураки. Здесь тоже. Ну, естественно, а про Фрейда мало, ну, как бы дураки про Фрейда не знают. Да, но здесь выглядит всё, конечно, да, всё гораздо приятнее для детей. Я понимаю почему. Почему? Потому что их сюда приводят, они не особо хотят сюда идти. Ну, на самом деле, обычно все-таки дети сюда очень хотят возвращаться и уходить отсюда. Потому что здесь все для них сделано. И вы здесь непосредственно проводите консультации. Порой и опосредованно, конечно. Вот тут ноутбук для скайпов стоит. Но вообще чаще да. Вообще у нас, наверное, вы заметили, этих детских центров много сейчас стало. То есть это такой бизнес, который сейчас вообще лепят, кому не лень. Даже уже названия, мне кажется, кончаются. Чаще всего в центрах учат скорочтению, ментальные арифметики. Ну, вот это все популярные, бессмысленные, кстати, направления. У нас что-то типа того же. Этот центр функционирует, наверное, уже лет 16. Находится он, кстати, это на правах чисто рекламы. По адресу Родонитовая, 26, город Екатеринбург, на Ботанике. Этот бизнес не для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть деньги он не приносит. Вот ни директор не зарабатывает, ни... Ну, как бы, когда я пришел сюда из университета, можно было сказать, что тут зарабатывают деньги. И сюда же приходят многие другие. Студенты их берут, здесь и обучают. Скажем, обучение, которое дают здесь, оно довольно дорогостоящее. Было бы, если бы происходило не здесь. А здесь учат просто, контролируют, как они работают. И делается оно для того, чтобы у студентов было гнездо, чтобы они отсюда могли начинать, и попадать в комьюнити терапевтов, которые примерно исповедуют эти же методы работы, что им. А много сюда потока идет студентов? Здесь стабильно приходят люди, стабильно вышкаливаются и стабильно уходят в практику. То есть, как делал я, как делали люди до меня, и как те, кто сейчас сюда приходят, делают дальше. Например, они приходят и учатся у меня здесь. Это место, мы в него скорее вливаем кровь, чем из него сосем. То есть, Наталья Ивановна, я тебе уже говорил, которая директор, она может выплачивать налоги, это же ИП, и зарплаты сотрудникам, и своей личной зарплаты не директора, а терапевта. Зарплата директора у нее, это вообще спорный какой-то конструктор. Я вообще не вполне уверен, что он существует. То есть, она вот, она тут все вот обустраивает, покупает сюда настольные игры всякие для детей, игрушки там. Вот это же лего, которое на 50 тысяч она закупила, чтобы мы лего могли заниматься. Это песок для песочности, и что такое. Подожди, я уже говорил, лего это какая-то определенная психотерапевтическая новая метода. Для развития. Что в ней психотерапевтического, в отличие от того, что это понятно, что развивает моторику и так далее. Основной терапевтический эффект оказывает общение с самим терапевтом. То есть, отношение со взрослым человеком, ребенок из этих отношений, как сообщающийся сосуд, что-то набирает. Не важно, что ты с ним будешь делать и во что играть. Лего это как бы, это ваш повод вместе посидеть и пообщаться. Сама по себе программа лего, она развивающая. Она, в общем, она нейропсихологически развивает, то бишь мозги. У мозга есть разные отделы, разные отделы отвечают за разные функции. Делая разные упражнения с лего, ты развиваешь разные функции головного мозга. Есть так называемые сензитивные периоды, чувствительные. Например, скорее всего ты слышал, что если ты в первые пару лет жизни речи не услышал, то говорить ты не будешь. У речевых центров есть сензитивные периоды. То есть, чувствительный период, когда этот центр собирается развиваться и когда не собирается. Для пространственного развития, восприятия и все такое, есть тоже чувствительные периоды. И в них можно с ребенком поиграть в лего, там пособирать мозаики и так далее, и так далее. И у него будет пространственное восприятие развито как бы лучше, чем если бы ты в этот период ничего не делал. Но благо, ребенок в этот сензитивный период и сам тянется ко всякой вот этой фигне. Конструктору, мозаикам и всем таком. И мы, в общем, это используем, чтобы через это все лего Всякие делать детьми упражнения, развивать у них усидчивость Пространственное восприятие, творческие разные способности Что сложно, кстати, но я стараюсь И всякое такое 19 19 лет вы уже этим занимаетесь Насколько я знаю, вы замужем и ваш муж тоже терапевт Он психоаналитик и психотерапевт, да Но если я только вот это вот создала, то он создал в рамках федерального университета Факультет психоанализа, и они выдают федеральные дипломы И уже тоже много лет функционируют и работают И он председательствует на психоаналитическом обществе Уральского региона То есть он очень сильно занят там Тут появляется только на беременном направлении Я так говорю, это не основная ваша деятельность Потому что, я так говорю, всему этому нужны какие-то финансы Да, которые вливаются сюда И вы их откуда-то вливаете Да, из терапевтической деятельности А терапию вы проводите здесь? Здесь же Здесь же То есть терапевтическая деятельность, она позволяет зарабатывать И это можно уже вливать в соцуслуги вот эти Для населения, начиная с беременного направления Потом шести месяцев детки к нам приходят и уже до Что такое беременное направление? Это беременные женщины к вам приходят? Беременные женщины, беременные мужчины, беременные бабушки, дедушки Ну то есть семьи, семьи, которые ждут ребенка Вся семья и все роли в семье будут переставлены, переформатированы Все будет изменено И как жить в этом новом вообще мире Как не развестись в первый год после рождения ребенка И как вообще сориентироваться И максимальную пользу принести Потому что никто не знает, кто такие родители Вот что такое родители вообще, никто не знает И никто не знает, когда надо прекращать становиться родителями Для своих детей Вот и кроме того, на дворе 21 век А в умах людей столько мифов, столько мифов еще И по поводу родительства, и по поводу воспитания детей По поводу развития интеллекта И вот эту вот просветительскую деятельность мы начинаем Мифы и отсутствие информации Отсутствие информации, да Я вот первый раз вообще слышу такую подобную И нет у меня знакомых, которые скорее всего ходили на такие вещи, будучи беременны Потому что это скорее такая прерогатива людей У которых начинаются какие-то ссоры, склоки Я не знаю, во время того, как они переживают беременность Ну нет, вот в Екатеринбурге это как-то принято Ну вот это здорово на самом деле Потому что единственное, что я знаю, что ходят на какие-то гимнастики Вместе на гимнастики какие-то ходят там А так, чтобы там подготавливать Ну это да Да, их ведут врачи роддомов, рассказывают им все Что касается физиологии С ними занимаются йогой для беременных С ними плавают в бассейне, их готовят по дыхательным Мой супруг с ними работает по техникам работы с болью Как вообще сделать так, чтобы этой болью управлять И чтобы она была выносима Болью? Болью во время родов Именно, а, родов Во время родов, да Ну и соответственно Нет, и там еще мощный такой блок После родовой Вот этот весь Вот это, наверное, тяжелее всего дается, да, женщинам? Тяжелее всего дается повзрослеть И выйти из состояния ребенка И надеть на себя функционал Потому что мама и папа – это набор функций Это больше ничего Мама существует по отношению к ребенку Ну, не существует мамы без ребенка Если это приемная мама Папа существует по отношению к ребенку То есть каждый из родителей – это просто набор функций И ребеночек первоначально рождается беспомощным совершенно Совершенно беспомощным Он не может сам взять ответственность за свою жизнь И он уповает на то, что эту ответственность за него возьмут Ну, кто-то возьмет Родители, например, взрослые люди И родители, чтобы взять эту ответственность Они должны понимать, как ее брать И за что ее нужно брать И как ее потихоньку отдавать ребенку До скольки ты можешь держать это все в своих руках А с какого возраста уже Ну, не очень полезно для ребенка Если ты всю ответственность за его жизнь держишь Ну, как это гиперопека, да? Вот это же тоже проблема Симбиотические отношения Слияние Слияние – это когда Ну, как тот анекдот про еврейскую маму Мальчик гуляет во дворе Гриша – домой Он ей что замерз? Она ему – нет Хочешь – кушать То есть, когда за ребенка Это не в какой-то момент происходит Этап взросления А это вот постепенно она Да Гомеопатическими дозами Это постепенно-постепенно происходит Ну, вот так очевидно Начинает это быть видно Начиная с трех месяцев То есть, до трех месяцев Как-то так Это еще не очень видно Да, но в три месяца Уже можно заметить Что ребенок какую-то проблему Смог решить сам Ну, запихал себе руку в рот И сосет Как-то себя Ну, успокаивает Хотя бы чуть-чуть Хотя бы там минутку Он может это уже сделать Что-то сделать сам И уже можно Разрешить себе Интуитивно Ну, мама не специально Не когнитивно Это делает не от головы Интуитивно она себе Начинает разрешать Совершать ошибки И благодаря совершению ошибок Ребенок там Что-то уже Что-то, что может Уже сам начинает делать В полтора года Ребенок начинает Прямо откровенно запрашивать Сепарацию Начинается фаза Вот этого неть Протеста И тоже родителям Надо подстроиться И кое-что уже Отдать ребенку Но, как правило Мама Слившись Ну, этот рай терять Не готова Вот это вот слияние Слияние с малышом Я После того, как они Родили и подрастили Своих детей Достаточно часто Принимаю потом Свою группу детей На детскую йогу И в последнее время Вот года два Как меня Сильно развернуло В сторону Акробатической йоги И вот сейчас У меня дети Вынуждены еще Кроме Обычной хатха-йоги Еще немножечко Акробатикой заниматься На наших занятиях Приводит на занятия По подготовке к родам Прежде всего Страх Страх боли Страх неуспеха Страх Какой-то гиперответственности Что я что-то там В своих родах налажаю Не так сделаю И чувствуется это Прежде всего через тело То есть люди приходят Вот в скорлупе Напряженные Очень неулыбчивые Вот и первое Что мы здесь С ними делаем Мы их усаживаем Удобно Не на стулья Да А мы их усаживаем Вот видите У нас тут Есть мячики На мячике На коврике Для того чтобы они Почувствовали баланс Да На мячике нужно сидеть И чувствовать баланс Вот почувствовали свое тело Конечно мы с ними Сначала Никто их не трогает Начинаем разговаривать Утолять их информационный голод Потому что Чаще всего Причиной страха Является Невладение информацией Невладение Достаточным количеством информации Удовлетворяем Информационный голод Ну и после этого Уже переходим К работе с телом Чтобы почувствовать свое тело Почувствовать свою боль Почувствовать то что с нею С этой болью Можно договариваться Да то есть Я веду Такой курс Который называется Родовые навыки Это то что пригождается Женщине в родах Что позволяет ей Ну вот Быть Да не то что пережить Просто адекватно Воспринимать этот процесс Не делать из него кошмар А делать из него счастье Это как-то Не только к беременным Относится в целом В жизни Можно использовать эту боль Да безусловно А это не может привести к тому Что ты будешь договариваться Какой-то боли Который тебя в конечном счете Убьет Если у тебя что-то болит Ты научился договариваться С этим болит Оно тебе В конечном итоге Так если смотреть философски У нас всех когда-то Что-то убьет Да сто процентов Но если ты научился Договариваться с болью в желудке А это панкреатит Который в итоге Нет безусловно Мы учимся различать Потому что есть травмирующая боль А есть боль Которая просто сообщает О процессе И есть боль С которой нужно просто Действительно пойти к специалисту Который тебя от нее избавит Касса Сергей Дегтярев Не единственный товарищ Психотерапевт В обыкновенном чудо мужчина Есть еще Александр Здравствуйте Какое крепкое рукопожатие у вас Александр Расскажите Что это за комната Специфика именно работы В этой комнате на самом деле Происходит очень много чего Много каких групповых занятий Здесь например Вы можете видеть лего Также есть песочница Для индивидуальных и групповых занятий По песочной терапии То есть мы ее используем И в контексте группы Где обучаем ребенка Взаимодействию с собственными эмоциями Также мы ее используем И на индивидуальных консультациях Когда это требуется Идея в том Что человек испытывает эмоции Они вообще могут Тремя разными способами проявляться То есть человек их может проживать Вот через тело Это такой самый базовый уровень Мы краснеем Бледнеем Можем часто заболевать И в общем-то Это такой достаточно примитивный способ Ребенку также доступно Сразу же через поведение Допустим капризы Крики Скандалы То есть все это может иметь место Совершенно спокойно И третий способ Это через символ Когда ребенок учится Эти эмоции в себе Находить Определять Вот Наталья Ивановна Уже вам сегодня Про потребность говорила Это как раз Из той же серии Ребенок учится их У себя определять В терапии В песочной Это происходит Таким По части Педагогическим путем То есть через символы Животных Это происходит Ребенок узнает О том Что у каждого животного Есть какая-то Конкретная потребность То есть Есть эмоция Есть ее символ И как бы через символ Эту потребность Можно Ну Проще осознать Проще донести Все это в сказочной форме Происходит И таким образом Ребенок избавляется От необходимости Переживать Эмоции Через тело Собственно Или Сразу же Отреагировать Их в поведение Что тоже может Как бы и социальные Сложности создавать И много чего Ну так же Он еще учится Своим чужим границам То есть Что песок Что лего То есть Замени лего Другими игрушками Ничего не изменится Или лего Имеет какую-то Особую Чуть-чуть изменится Изменится То есть Есть моменты Которые вот допустим Можно конструировать Из лего Допустим Можно конструировать Из бумаги Да у нас есть Направление моделирования Немножко Есть специфика Работы разная Но лего Это достаточно удобный Инструмент Потому что из него Можно вообще Как бы построить все И он дает полную Свободу фантазии И так же Он задействует Моторику очень сильно То есть Песок Так же имеет Свою специфику Песок допустим Даже мокрый И сухой Он по-разному Ребенок на него Может реагировать Например сухой песок Он в большей степени Способит ребенка Расслаблять У нас даже Какие-то свои приемы Есть Которые вот Могут Чисто операционально Ребенок вот сделал И ребенок чуть больше Расслабился Ему уже легче контактировать С тревожными детьми С тревожными детьми Очень хорошо работает На самом деле Ну это такая Типа замещение Родительской Какой-то обязанности Играть С детьми Похоже на это Похоже на то Что Это действительно Очень похоже И в целом Это и неплохо На самом деле То есть Родитель Когда играет С ребенком Он вообще Не очень хорошо Справляется с гневом Который у него В этот момент Или с отсутствием Интереса Я знаю А психолог Он Ко всему этому Хорошо Ну вообще Не каждый Но должен быть Хорошо готов То есть Прежде всего Например Если ты занимаешься Развивающим занятием С ребенком Ему должно быть Немножко неинтересно В том смысле Что он немножко Должен хотеть Вот так вот Посмотрел туда-сюда Ну короче Немножко выключаться Не полностью выключаться Что ему неинтересно Чуть-чуть хотеть Куда-то слинять А ты должен Чуть-чуть злиться На него Это индикатор Эмоциональный Того что вы Находитесь в зоне Ближайшего развития Если он вот так Вот все охрененно Быстро лепит И ты такой А какой ты молодец Хлопаешь только в ладоши И радуешься Тому как это происходит Он значит Находится в той зоне Где он уже развит Ты там ничего нового Принципиально для него Не делаешь Ты с ним отношения строишь И показываешь ему Что он может Тоже быть успешным Это тоже важно Ну в общем Развитие не происходит А развитие Именно развитие Каких-то функций Происходит вот на этой грани Где ты немножечко Закипаешь А он немножечко Уже задолбался Психолог-то может Себя в этом как-то найти А родитель нет Он злится Он орет на ребенка Там ему скучно И все такое К нам можно приходить Приводить детей Подростков И все такое До каких целей То есть он будет сидеть Вот условно Среднестатистический родитель Он сидит и такой Ну вот у меня вроде Нормальный ребенок Вроде он вот В меру орливый В меру игривый И так далее Ну Стоит ли сказать О том родителям Что даже если С вашим ребенком Все в порядке Было бы неплохо Его сюда тоже привезти Для того чтобы просто Ну расширить его Какие-то возможности Творческие И так далее Хороший вопрос И он выводит нас На вообще довольно Популярную такую вещь Как мышление катастрофами Когда люди Собираются что-то С чем-то делать Только тогда Когда это проблема То есть Это Россия Называется Это на самом деле Называется планета Но просто Поскольку мы живем в России Мы чаще видим русских Которые этим занимаются Нет Это очень популярная вещь Смысл в том Что действительно Ребенок-то ваш Может быть в порядке Он в порядке Он как-то Справляется Как-то у него Все получается И может быть даже неплохо Речь о том Что можно сделать лучше Не о том Что это катастрофа Иногда Если у ребенка Катастрофа Если у него Серьезные проблемы С развитием Психологическим Даже психическим И так далее И так далее Можно сюда приводить Мы тут С этим работаем У нас много Есть людей Которые индивидуально Работают с детьми Разной степени Тяжести Порой И вообще Вы даже не видели Такого Какой тяжести Тут дети бывают То есть он может Физически выглядеть Иначе Он себя иначе Физически ты имеешь ввиду Ну например Он может выглядеть На 4 А ему 7 И у него Может быть Какие-то деформации Действительно Какие-то тики Он может вот так Вот просто Сидеть Все время Вот так все делать Может вот просто Ну ни на кого не Ну короче он будет Как-то себя очень странно А тики это уже Невралгия какая-то Или что По-разному бывает То есть часто Дети такие не справляются Просто с напряжением То есть это телесный способ С каким-то напряжением Справляться Ну короче Они Специфическим образом Разговаривают Конечно Они агрессивные Они агрессивные Они обрушивают это На себя На Там могут колупать Ногти, волосы Раздирать себе Там что-то кожу На маму На папу На там Вещи здесь Они могут Серьезные истерики Да они вообще Что только не делают Вот Что только Они тут не делают Слушай А есть такое отклонение У детей Слишком взрослый взгляд На вещи Знаешь Несоответствующий возрасту Знаешь Когда ребенок Говорит какие-то Ужасные вещи Которые приводят В страх Раз ее родители Когда ему там Семь лет А он говорит там Знаешь Такими фразами Которые родители Такие Блин Откуда ты вообще Можешь это знать Такое есть Иногда Ребенок Действительно Откуда-то Это услышал То есть Он просто Это говорит Но не очень понимает Что вообще происходит Да он воспроизводит Иногда да Бывает У меня вот были же Знаешь как в ужасах Такие моменты Да Такое Это еще иногда Называется эффектом Зловещей долины Но не совсем это Это когда ты видишь Что-то человекоподобное Но тем не менее Оно какое-то Немного странное И из этого Очень сильно пугает Когда ребенок Действительно говорит Что-то очень взрослое Такое Даже немного жестокое Казалось бы Не угрозу Но просто какую-то Такую истину Типа мы все умрем Ну какой-то Что-то в этом Это очень банально Клишированное Но что-то в этом Есть интересная вещь Вот можно твой вопрос Понять несколько иначе И тогда мы действительно Выходим на интересный момент С патологией Есть такая вещь Как вынужденное всесилие И вынужденное самоуспокоение Это когда родитель Отказывается Брать на себя Родительскую функцию Когда он еще Очень нужен ребенку И ребенок Вынужден За неимением Каких-либо других Зрелых взрослых фигур Сам из этой ситуации Выруливать Например Дети, которые В достаточно раннем возрасте Может быть еще Уже не младенческом Но довольно раннем возрасте Вынуждены наблюдать Как какой-нибудь Из их родителей Медленно умирает От чего-нибудь То есть От какой-то болезни Это алкоголизм Они на себя Вынуждены брать Много ответственности Сами со собой Ухаживать Ухаживать за родителем И они как бы Их выталкивает В эту ответственность То есть Они еще По факту возраста Должны бы Испытывать на себе Заботу И эту ответственность Легитимно передавать Кому-то другому Ну то есть Взрослому Чтобы он за них заботился А ребенок Уже вынужден Это делать И В общем У него Вот это вот Все вот Дело ломается Он в напряжении Постоянно находится Вот в этом Вынужденном Как бы Всесиле Не может Быть уязвим Не может быть Эмоционален И он такой закрытый И становится таким вот Роботизированным Механическим Вот кстати У меня по этому поводу Вопрос Немного В другую тему Ну вот Допустим Вот у меня у дочери Такое было Что В первом классе Научилась Там у мальчика Умерла мама Их вот прям Собрали И сказали Что вот у Пети Умерла мама Половина детей Вообще ничего Ничего не поняли Что им хотели сказать И вот как только Типа он вернулся В школу Ему начали задавать Эти вопросы Отчего еще сильнее Его напугали Дети начали говорить Что у тебя умерла мама Он не смог там Как с этим справиться Его в итоге Перевели в другую школу Да А как вообще Действительно правильно Вести себя В таких ситуациях Почему Вот правильно ли Как-то информировать И Классных руководителей И насколько я понимаю До них не совсем Доносят эту информацию Как вести себя С детьми Вот в такой ситуации Потому что Я так полагаю Они сами пугаются Да Люди вообще в целом Тяжело Вываливают Вот эту дилемму Между Да Ребенка нужно Как-то столкнуть Со смертью Потому что Смерть бывает И желанием Уберечь его От этого факта Подольше Чтобы он не знал Что смерть бывает И вот когда им приходится Вот эту дилемму решать Они отмачивают Какие-то решения Вот типа такие Что Ну вот Их просто Все собрали Сказали Ну так геральдически Столкнули Да У Пети мама умерла Да А причем Что половина класса Вообще не понимала Не хватало еще Добавить такие вот пироги Да И вот как-то странно И вот она тоже пришла Задала вопрос Типа Ну начала задавать вопросы Что вот у Пети мама умерла А вот вы все тоже же умрете Ну типа Знаешь Какие-то такие Ну это логично Абсолютно да Это понятный И я кстати Это сильно напугало Потому что До этого Она Спрашивала Вы же там Кто-то умрет Она понимала А потом Когда вот это произошло Она играла Она Есть знаешь Что это игра Симулятор жизни Симс Ну Симс Знаю Она играла В эту игру И какой-то момент Ее персонажи Начали стареть И когда она поняла Что они умрут Там в игре Она попросила Выключить И больше не включать Чтобы они не умерли Да Страх смерти Это очень понятная Ведь вещь Ну понятная Да Но я к тому Что до этого До того Как их собрали В классе И сказали Вот эту новость Она не относилась К ней вообще никак Да Но дело в том Что она Долгое время И до сих пор Скорее всего Вообще не в курсе Что она умрет То есть Люди такие Ну да я умру Типа Это ложная осознанность Я умру Но зато И продолжают Откладывать все На потом До бесконечности Там вот Много вещей сделать И куда-то лезть Что касается того Как нужно было Детей столкнуть со смертью Это всегда творческий вопрос И ребенка Как-то нужно столкнуть Со смертью Иначе он не будет Беречь свою жизнь Он будет лазить Куда-то Вот Сейчас Есть некоторый шанс Что я чихну Он мне очень Надеюсь Что мне это удастся Нет Провал полный Я не смогу Коронавирус А что делать В таких ситуациях Вот когда ребенку В первом классе Надо возвращаться На учебу Я склонен ответить Что никак неправильно Потому что люди В массе своей Очень незрелые И поведут себя Скорее всего Очень неадекватно Например Учителя начнут Выделять ребенка Вот в этом всем И начать о нем Как-то вот так заботиться У меня была клиентка Которая В университете Училась И учится до сих пор Когда у нее мама умерла В общем преподаватели Многие об этом узнали И вот они начали Прямо эту тему Ну форсить То есть они прям Вот ее буквально В покое Взрослая девушка А взрослая девушка Начала от этого Буквально с ума Сходить Она уже Задолбалась От этого То есть она себе Места не находила Она уже в университет Ехать не хотела Потому что там Вот это все происходит То есть я скажу так Неправильно Никак Я с этими ситуациями Когда сталкиваюсь Я как-то творчески Опираюсь на собственную Интуицию И самоощущение И на то Вот где что Вот как открываются Какие-то окошки Я раз что-то делаю Чтобы ребенок Сам это мог Как-то пережить И чтобы вот Не Короче Опираюсь чисто На самоощущение И на то Как я чувствую Контекст ситуации У меня в школе Знаешь У меня вот бабушка Когда умерла Если мы об этом говорим Я учился в 11 По-моему Или 10 классе И у нас как-то Вот я помню Я пришел И у меня Ну у нас Все просто молча Молча Все Ко мне однажды Подошел Классный руководитель Просто Вот я уже Пришел в школу Вернулся там И он ко мне Подошел Такой Как ты Я говорю Нормально И он такой И вот это Единственное Какой был диалог Как взбаламучена Была вода Только этим Да Только этим Как ты И выразительный Да И он просто Подошел И такой И как ты себя Почувствовал В итоге Это нормально Я на самом деле Почему-то Я не знаю Кстати Как мне Как это можно Объяснить Я все это Пытался у себя Как-то Об этом Копаться Как-то в этом плане Потому что Мне было 16 лет Когда умерла бабушка Вот Она была такая бабушка У меня Которая меня вырастила Ну то есть Не бабушка Которая ты на лето приезжала Она со мной всю жизнь была И когда она умерла Ну я точно Не был шокирован Это 100% И я еще Очень долго Не мог понять Вообще То есть Я не чувствовал Буквально Почти ничего Очень долгий Период Да То есть Очень долго Я не мог Осознать Плюс Мы уже По-моему С тобой Это обсуждали Что навеивали Больше Какой-то Грусти Ну Навеивали Эти люди Ну Которые вокруг Кричали Плакали Да А так Я прошел Вот все эти Этапы Российские От От Вызыва То есть Я пришел Так сложилось Что я пришел И вот Она умерла Вот на кухне Ну просто Так Быстро Все быстро Произошло Просто Оторвался тром Все быстро Произошло Вызвали Скорую Скорая приехала Вызвали морг Ну то есть Я был на всех этапах Как вот То есть Ты просто проследил Вот как это все Произошло Да От этого Как ее Из квартиры Вынесли Причем Со всеми этими Процедурами Уже родственников Когда Пооткрывали Все двери Понял Надо чтобы двери Часа три были Это какой-то символ Вот этот символ Какой-то Знаешь что двери Пооткрыты Что-то там Ну там конечно И вот От ада Я вообще был Ну я прям Ну я прям Зажавал себе вопрос Что я за человек Потому что я не чувствовал Ровным счетом Ничего Это необычные Кстати в этом Ситуации Вот эти Странные Комплексные Безэмоциональные Реакции На смерти Да Тут на самом деле Можно кучу ленивых Интертерапаций Конечно дать этому Но вообще это интересный феномен Потому что это часто происходит На самом деле Да Иногда это еще как-то Объяснимо тем Что может быть Не было эмоциональной связи С умершим человеком Было Было А иногда была Как у тебя И как-то это понять Вот не ковыряясь В личных символах Каких-то И переживаниях И вот Где-то даже снах Вот это не так легко Ну вот она как бы Вот Ну я не знаю Я вот уже начал думать Так может я Может я не любил Никого Может я такой Эгоистичный Значит ты начинаешь Об этом думать В первую очередь Потому что Это неправда Да А потом А потом я просто понимаю Что ну я не знаю Ну вот так вот Я помню Что вот я был Поминки же были Поминки там все собираются И там была повариха В кафе Там кафе есть деревенское Там все на поминках Собираются Только то что Никому там кафе Ну или на днях рождения тоже Не На днях рождения дома Только на поминки Потому что Поминальное кафе Я понял Нет Оно просто кафе Она собирается А как Прости Как называется Вот прям интересно Оно называется Оно называлось Я не знаю Сейчас существует На лет Называлось оно Даурия Ну ладно Не увязалось От того Что бы смешно Ну в общем Там я сидел Там была повариха И мы там С сестрой посмеялись Просто посмеялись Из-за чего-то Сестрой И она нас отругала Повариха Которая вообще Никакого отношения Блять К нам не имела Она мне говорила Она нас отругала Что типа Чего вы смеетесь Да Такая была Ну потому что Там определенные правила В этом кафе Видимо Там нельзя испытывать Приятные чувства Да Ну и после этого После вот этого Как будто бы я такой Ну Просто у меня вот Мать Она У меня мать Она даже Она не плакала Она орала Знаешь вот это Да я понимаю На взрыв Меня это сильно напугало Она орала Ты шокировался Ее эмоциями Вот это тебя шокировало Вот это меня прям шокировало Потому что я Я видел как она плачет За жизнь не раз Но я не видел Чтобы она орала Вот я понял Да И тут-то у тебя настал Вот этот ступор и шок Вот этих эмоций Возможно Потому что я прям увидел Это типа Что-то не то Ты такой Это не часть реальности Типа Такое не должно происходить Я понимаю В каком переживании Оно как будто не вяжется Да И мне еще ко мне подходили люди И говорили там Вот так Себя веди Держись Держись А у тебя это все вот так А я такой Может вы Собьё Вы сами не поддержитесь Случайно Я же нормально Тут Ну вот так же Я не знаю Может быть Как будто бы У детей Какие-то такие же Не знают они Как реагировать На это Конечно Дети вообще С реакциями И с дозволением эмоций Это большая беда И мы поэтому Из таких детей Мы тоже подавляторы Эмоций вырастаем Забавное мое наблюдение Что я вот езжу На поездах Уже 3 недели И 3 недели С периодичностью Вот там 2-3 Третья поездка По-любому Ребенок По-любому Кричит По-любому Маленький И чаще всего Ему вот чаще всего Разные люди С разных концов страны Они же разные Они чаще всего Одно и то же говорят Они всегда Вот Я слышу Что ребенок кричит И слышу потом Взрослый голос Ну что ты Что ты кричишь Ну что такое Ну что ты кричишь И все задают вопрос И все задают Что ты кричишь Как будто он Он понимает Что с ним И он сейчас Как-то подмигнет Или расшифрует Сам скажет Так слушайте Дайте мне воды Там или там Размейте мне на ручек Проблема кстати Засключается в том Что меня не так уже Бесит его крик Ребенка Как меня бесит То что Вот этот вопрос Он не заканчивается То есть Вот он в два часа Будет кричать И два часа Взрослый будет сидеть И такой Ну что ты Что ты кричишь Ну что ты Этот взрослый Не выполняет Свою взрослую функцию В данный момент Он должен просто Подойти Расшифровать И утвердительно Ему сказать Что с ним Удовлетворить И потребность снимется Вот это должны делать Первоначально взрослые люди Расшифровывать Удовлетворить А потом Когда он подрос То же самое происходит А взрослый ему говорит Это ты рассердился А это ты в ярости А это ты Это зависть у тебя А это у тебя Кошки на душе скребутся А это у тебя сомнения А это у тебя тревога И вот если знаком Вот коктейль ощущений Какой-то внутри есть Непонятный Диффузно блуждающий Неопредмеченный Это как вот В домовенке Кузи Там домовенок Кузи Хочу чего это Хочу чего это А чего не знаю Там хорошо рядом кот оказался Который ему Опредметил эту Диффузно блуждающую Он сказал ремня Ну то есть Нужен кто-то рядом Кто Опредметит Кто не даст этому Диффузно блуждать Иначе у ребенка Будет пустота Отсутствие смыслов И ужас Ну вообще А что касаемо Другой Абсолютной Модели поведения Когда Может родители Там подсознательно Или неподсознательно Это Делают Когда Абсолютно Обратное Где вот Мать или отец Чуть ли не целенаправленно Такие Ну хочешь иди Хочешь делай Хоть Но иди Типа упади Иди Вот у меня Как-то так Но он пойдет Упадет И он Прежде чем реветь Вот сделает Отсыл ситуации К родителям Все равно Он вот Пошел Столкнулся С каким-то опытом И отсылает эту ситуацию Он все равно Ищет взрослых Взглядом Что это со мной Что это сейчас Он отсылает И нужны комментарии Комментарии Как правило В эмоциях В мимике Во внешнем взгляде Просто Взрослых Могут быть Что ситуация Безопасно Рядом нет шприцов Ты упал на травку Или же Это может быть без слов Это просто Какая-то мимика То есть все равно Нужны смыслы А если С них не происходит Если смыслов нет Но мы же не можем жить В бессмыслице В пустоте совсем Каждому человеку Чтобы жить Нужен собственный миф То есть упорядоченная Система смыслов Для чего мы им сказки Читаем деткам Для чего мы им Песни, баллады Потом в кино Мы идем Вырастаем В каждом таком произведении Упорядоченная система Смыслов Предлагается для данного возраста Например Для данного этапа Религия в конце концов Предлагает упорядоченную Систему смыслов Что происходит Когда Не дают родители Таких смыслов Что происходит Чаще всего Ну Ребенок ищет Он продолжает искать Где-то в других местах Он продолжает искать Потому что Или он будет испытывать ужас И этот ужас Соматизировать Переводить В самую архаическую систему Переваривания эмоций Через тело Через симптом Будет к себя драть Ну нет Он болеть просто будет Просто вот это напряжение Оно может и в температуре вылиться Оно может вылиться И в том Что просто иммунная система Она может сделать Обратный ход Аутоиммунный Аутоиммунное нападение Например какое-то Аллергии могут быть Акибронхиальные аспы Могут быть Там что-то еще Ну по всему Это вот Просто необузданные эмоции Могут выливаться В физиологические Конечно Это самая архаическая система Способ переваривания эмоций Через тело Поэтому маленьких детей То сыпь То температура То колики То еще что-то Все идет через тело Это до года С года У них уже появляется Новый инструмент поведения Они уже могут Пнуть Щипнуть Заорать Ну там Строят кубик на кубик Пираметку А не получается Разваливается Взял ее Там пнул Швырнул Или закричал Или Родители с собой В магазин взяли А ему там Плохо Душно Или скучно Он бегает По магазину Или там Что-то с полок Хватает Уже есть поведение Это более прогрессивно Нельзя на этой стадии Ребенка ругать Иначе он свалится Опять в тело Опять в симптом Меня всегда завораживали Маленькие дети Маленькие Которые еще не научились Как-то себя вести Потому что дети Которые научатся Себя вести Которые уже бегают Там что-то просят Они уже начинают Себя Ну Вести Как обычные дети А вот маленькие Они такие больше Как будто Понимают Ну Кажется Что они Понимают Что они вот так Смотрят Типа Ну дети же маленькие Они так смотрят Ну ты смотри Я всегда наблюдаю За Вот Детьми Которых На руках держат И он на тебя Смотрит И взрослые Им обычно Корчат Какие-то рожи А они же Все вот так Смотрят Типа Ну вообще То есть Ну такой взгляд Осознанный Как будто Мне кажется Как будто Он такой Блин Это что Пермь Четыре года В садике К одному мальчику Подошел Другой мальчик И сказал Я сегодня ночью Превращусь в трансформера Приду и убью Твоих родителей Все Это прям реальная история Да Четырехлетка Взял значит Меч свой Пришел ночью Родителей защищать Все У него сна Не в одном глазу Он не может идти спать Он пришел защищать Потому что он без них Не может жить Он от них зависит Они ему говорят Ну ты что Давно спишь В своей комнате Ты Зачем А он даже Объяснить не может У него ужас Он пришел их защищать И он с ними спит Когда дети спят С родителями Это дети Присматривают За родителями Когда ребенок Орет в садике Не отпуская маму Он орет Не что он останется Тут без мамы А как она останется Без него Там Ну не думаю Да Мне так не кажется Потому что Мне кажется Что ребенок в этом Он более эгоистичный В этом плане Да И он постоянно Фантазии нападает На родителей Особенно на маму От которой он должен Сепарироваться Ты меня бросила Что я как бы Здесь один С другими людьми В социуме Неприятным Нет Там не такая история Там история такая Что Я сердит на тебя Потому что ты ушла Оставил мне И я Напал на тебя В фантазии Хулиганами Или машину на тебя Наехала Или там что-то еще И дальше я Боюсь за тебя Что я убил тебя Своей сердитостью Там очень такая Штука Ребенок Он когда развивается Он должен Напасть на родителя А тот должен Выдержать Напасть Буквально Дети прям Бьют родителя Могут подойти Сказать Ты плохой папа Плохая мама Ты не дал мне конфету До супа Или там Ты плохая Что ведешь меня в садик Я не хочу сегодня в садик Я хочу дома там играть И так далее Я вообще не хочу одеваться Там или там что-то еще делать Ну а родители делают Что-то Что не нравится детям Ребенок злится Очень сильно И он нападает И родитель должен Выдержать У нас родители Никто не учит Выдерживать Нападение ребенка Так чтобы Зачем нужно выдержать Если я выдержу тебя Ты получишь от меня Модель Как выдержать самого себя Ведь дети Себя еще выдерживать Не умеют Их переполняют эмоции Они их проецируют Вовне И эти эмоции На них наваливаются Вот этими ужасами Ну не знаю там Ужастики Катастрофы Дом наш сгорит ночью Грабители на нас нападут Коронавирус нас всех Там Вы понимаете Какой уровень Взрослости Эмоциональный У тех людей Которые скупили Как мне сегодня Моя массажистка Рассказала Скупили всю туалетную бумагу Где-то Гречку Что-то они там еще скупили То есть Все Они спроецировали Вот это вот свое Что-то вовне И вот Этим на себя Нападают Меня когда Младший сын спрашивает Мама А ты почему Грабители Ты не боишься Что вот они там Ночью придут И тебя убьют Вот это он мне говорит Я говорю Потому что Мои грабители Внутри меня Я свои эти эмоции Давно уже Внутри себя ощущаю А ты ребенок И как все дети Ты пока Свои эмоции Злость твою На меня Ощущаешь Вовне себя Вот это На меня напал голод Или там На меня напала Моя злость Лень на меня напала Я не знаю Там Скука на меня напала Ты ее ощущаешь Пока вот как бы Вот извне На тебя нападает Это вот снаружи А нормально Когда ребенок Использует Вот этот момент Когда ему удобно Он говорит Я же маленький еще А когда он что-то хочет Он говорит Ну я уже не маленький Да пусть говорит Сколько хочет Дети не манипулируют Вот когда взрослые Говорят Что он ребенок Он такой манипулятор Нет Дети Беспомощные Бесправные существа Находящиеся В треугольнике жертвы Уповающие на то Что взрослые Как-то ему объяснят Как с собой справиться Как со своими Вот этими Стаями волков Справиться То есть фактически Роль взрослого Какая Вот эту стаю Перевести извне Внутрь Ну то есть Чтобы голод Ощущался здесь А не вот так И чтобы злость На маму Ощущалась здесь Тогда она под контролем Тогда я могу С ней что-то делать А если она Неконтролируемая И я отпустил маму Из детского садика И я злюсь на нее Что она меня Вообще сюда привела А она вот К стае волков Так там она Разорвет мою маму И я останусь без мамы А как я буду жить без мамы Маленький был Младший у нас Прихожу домой Он говорит Мамочка Я больше не буду тебя Обижать Я говорю Ага Значит пока меня не было Ты меня успела обидеть Он говорит Да Я говорю Ну значит я тебе была нужна Меня не оказалось дома Ты на меня рассердился И обидел меня как-то Ну там Вот старший Например представлял Как меня унитаз засасывает Тут по типу Как Шварценеггера Что младший представлял Что ты тоже представлял И я ему говорю Что Знаешь Ты можешь меня обижать Сколько хочешь Со мной все равно Ничего не случится Но я это Не просто сказать должна Я ему это И в ощущениях Правдиво должна Показать Что ты на самом деле можешь Ну как угодно Меня обижать Ну что угодно Про меня думать Со мной все равно Ничего не случится Я все равно Всегда вернусь Даже если я виновата Настолько перед тобой Что не дала тебе Конфету до супа Или я там Очень плохая мама Сделала тебе больно Ну прости меня Это Это должны уметь делать родители Им это никто не рассказывает Но никто не рассказывает Так же как они рассказывают Детям потом Как прощать родителей Потому что тоже Такой достаточно момент Очень тяжелый Как отпускать родителей Ну как это тяжело Потому что вот Со своей стороны могу сказать Что меня всегда Вот возмущало Такой момент Как типа Я всегда думал Что это некая лицемия По отношению Когда вот знаете Когда Вот когда в семье У меня часто в семье Было по-разному Очень всегда по-разному То есть было всегда Вот нормально Когда там Мама на работу Папа на работу И тогда все в строгости Уроки там проверять Школу И так далее А потом бывали моменты Когда ну все прям Вот все как Помпея Просто рушилось И тогда всем плевать И потом опять все хорошо А потом опять все плохо И я всегда видел В этом лицемерие Такое что Типа Когда вот у вас все нормально Значит и я Значит должен ходить Вот так Как вам надо А когда у вас все плохо Да и на меня плевать Я думаю Ну в целом Это как-то нечестно Что ли Я всегда вот так рассуждал Ну то есть почему Когда вам угодно Когда вы хотите Играть нормальную семью Я тоже должен играть Вашу нормальную семью А когда у вас все Валится из рук Я получается Ну Тогда я не удел Тогда получается Да нет нормальной семьи То есть Нет вот этой истории Что там Надо вовремя приходить Вечером мы Ужинаем И так далее Ее вдруг нет Это как-то так происходит Время такое сейчас Что нарциссическая Организация личности Она Охренеть какая популярная Вообще Рождаемся мы И вырастаем В общем до определенного возраста В детстве маленькие Немощные Глупые И все такое То есть Пока мы ребенок Мы окружены взрослыми Взрослые делают все Несоизмеримо Луже чем мы Взрослые всегда знают Мы не знаем Они всегда быстро сделают Мы не делаем Они больше Сильнее Они все могут Организовать А мы вот ходим И в общем охреневаем От того что мы Ничего не можем И вот это вот ощущение Что мы в общем Сильно хуже чем все остальные Оно вынуждает нас Формировать Некую фантазию О собственной грандиозности То есть для того Чтобы эго ребенка Не развалилось Чтобы он не решил Что он вообще мусор И его можно выбрасывать Он формирует Такую фантазию Убеждение О собственной исключительности И невероятности Например Ребенок пробежал по улице Просто Ну просто ребенок пробежал И он такой уже Я самый быстрый Я самый быстрый Я тебя обгоню Он так говорит Прямо отцу Я тебя обгоню Нет Ты не обгонишь Но в общем Я тебя обгоню Прямо пока он бежит Быстрее всех Он такой И я знаю английский И начинает просто говорить Даже не слова Окривляется То есть понимаешь О чем я И прямо в процессе этого То есть Вот он еще и спасает Там Историю потом расскажет О том что у кого-то спас Победил там врагов И вообще там Вау Самый красивый Самый умный Самый сильный Ну нужно такую фантазию Нужно Чтобы скомпенсировать Вот эту никчемность То есть ты хочешь сказать Что это все От Это мы все делаем От никчемности Мы компенсируем Это изначальный Нет не совсем Это чуть сложнее Потому что изначально Младенец И правда грандиозный И всесиленный И все такое Там много деталей Но смысл в том Что нарциссизм Компенсирует Изначальную никчемность Которую мы все разделяем Для нас Для всех Это травма То есть дети понимают Ее подсознательно Как-то Они ее ощущают Ну я же все делаю хуже Я все время От всех зависим Я все время Совсем плохо справляюсь Но он ее не понимает Он это чувствует И как чувствует Это не такой план Так надо придумать фантазию Чтобы я типа Нет 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 Это не план То есть он видит Что типа я хуже Все делаю Он это оценивает так Да Он все время сравнивает То есть он видит Все время Что у него все не получается Ну короче В этом Конкретно в этом Компоненте Ковыряться бессмысленно Он Блин для примерного понимания Того что Есть изначальная Вот эта вот Никчемность Некая вот эта униженность И ее нужно Как-то компенсировать Вот за счет этой фантазии Далее Мы из этой нарциссической травмы Все выкручиваемся Очень по-разному Многие из них Из нас Из людей Выкручиваются Примерно следующим образом Мы выясняем По ходу жизни и взросления Те критерии По которым мы должны Быть выдающимися Чтобы люди нас оценили Как классных И дальше что Все натыкаются Примерно на одно и то же Ум Красота Интересность Харизма Сила Приятность Удобность Успешность Деньги Вот Примерно вот этот Стартер пак Примерно один тоже у всех И дальше что делает нарцисс Он определяет Какие действия Скажут окружающим о том Что по каким-то из этих критериев Я высококачественен Выясняет эти действия Совершает действия Люди на него Как-то реагируют Как на сильного Красивого Там умного Интересного Приятного Он эти реакции Собирает в корзиночку И так он узнает Хороший он Или плохой Можно ему быть Или нельзя То есть То же самое Позже может и сам С собой проделывать Если других людей нет У него появляется Вот этот внутренний критик Который Его постоянно подгоняет Говорит Давай А что ты как чмо Ты что чмо Ты ничмо Давай Делай там Вот то И такой человек Пребывает в постоянном Процессе вот этого Нападения на себя За собственную никчемность И в итоге Вот эта нарциссическая боль От собственной никчемности Становится сильнее Чем лень Чем страх Чем все То есть Ты такой Я буду Да я лучше буду делать Вот это Я лучше перетружусь И не буду Лишь бы не быть Вот никчемным И вот идет напролом А требования Этого критика Все растут В 30 лет Недостаточно Слепить кулич в песке Чтобы сказали Что ты крутой кулич Слепил И недостаточно Писать ровно буквы В клеточке Чтобы восхищать людей Нужно делать что-то невероятное Это должно быть хорошо Это должно удовлетворять Их потребности Это должно быть самобытно Поэтому ты постоянно В процессе вот этого охреневания Как ни странно Процесс охреневания Толкает тебя к тому Чтобы постоянно что-то делать И ты даже добиваешься Реальных успехов Благодаря тому Что ты не можешь быть спокоен Пока ты просто ты Вот Но беда в том Что такой человек Во-первых Все время пребывает в стрессе И в напряжении Ему достаточно тяжело Особенно ему плохо Когда ему не удается Вот быть умным Сильным Красивым Прекрасным Лучшим Самым идеальным И еще до кучи Он это напряжение Поскольку он так относится к себе Обрушивает на всех Кто с ним По соседству находится Ко всем близким людям То есть это как некое требование Он требует это от близких И он на них это обрушивает То есть он на них Обрушивает эту критику Он себя считает никчемным И борется с этим за счет действий И других считает никчемными И требует от них действий И постоянно он пребывает Вот в этом нарциссической тревоге Гневе и всякое такое Это вот погоня За всеобщим успехом При этом Она всегда в том или ином виде была Просто менялись одни вещи на другие Сейчас понятно Сейчас примат денег Сексуальности и всего такого Да не только дел Она не то чтобы менялась Мне кажется сейчас она гораздо более ощутима Потому что информация стала Быстрее распространяться И вообще в целом Понятия у людей О том как стать успешным Гораздо больше приходят То есть мы сейчас Если раньше для нас Телевидение было чем-то магическим И нам казалось Что это дело только избранное То сейчас каждый человек знает Как устроено телевидение Кто там И как стать публично Да А публичность она как будто бы Всегда была гораздо более Ну заманчивая Да Потому что ты так собираешь Больше реакций И больше оценок Ну да То есть получается Большинство про людей Вот Как раз вот эти Многие люди сидят в этом Есть те кто Ну большинство до сейчас У нас Мы как вид Доросли до нарциссизма Раньше у нас это было Мы были более деграднутые Сейчас мы до этого доросли Короче Многие люди Вот В какую ловушку попадают Они Действительно чувствуют себя Никчемными И хотят становиться грандиознее То есть делать что-то Но делать что-то трудно Угу И они попадают в паралич То есть они в этом параличе находятся Угу И Как бы ничего не делают А никчемность растет Ты же ничего не делаешь Все тебя обгоняют А твоя никчемность растет Угу И чем больше растет твоя никчемность Тем интенсивнее ее надо компенсировать И вот эта фантазия Я самый быстрый Самый умный Самый красивый Я знаю английский Начинает расти 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 Потому что Ну как-то же нужно Себе это все объяснить И тогда ты вот В общем формируешь Такой большой Интересный мир Собственной исключительности В котором у тебя есть Четкое объяснение Почему ты еще не Самый видный И не самый крутой Ну потому что там Те они хорошие Эти не хорошие Умникому не нужен Я-то умный По-настоящему А им нужно только Вот это В общем все Оправдание Всевозможные И ты конечно же Ты занят построением Оправданий все время И поэтому они у тебя Такие все Фильдиперсовые И очень четкие И очень грамотные А что мешает Перейти к реальным действиям А вот что Совершая реальные действия Ты будешь Получить реальную оценку Того что Терпеть позор Потому что Ты будешь терпеть провал Потому что Реальные действия сложные Настоящие действия сложные Все в реальном мире сложно Это правда Провал неизбежен Но ты-то веришь В свою исключительность И терпя провал Ты будешь терпеть стыд И все прочее И расставаться Со своей иллюзией Со своей фантазией Таким образом, человек делает выбор в пользу фантазии. Я лучше буду считать себя рок-звездой, но быть на дне и переживать образ живущего на дне. Чем начну выбираться со дна, но узнаю, что я не Лев Толстой, а у меня большие проблемы и трудности во многих областях. И вот это вот цепляние за фантазию очень мощное. Оно мощнейшее просто. И люди вот так вот, в общем, пребывают. Фантазия растет, отказаться все сложнее, а они все ниже. И, в общем, ну полный капец и перекос. Куда из этого вылазить? Хотя не факт, что вам всем нужно из этого вылазить. Вы можете на этой патологии ездить дальше. То есть, если вы хотите добиться мировой славы, вы ее не добьетесь никогда без этой патологии. То есть, вам нужно считать себя жалким без успехов. То есть, вам нужно зарабатывать право на существование, делая что-то. Иначе вы не добьетесь самого пика. Добиться многого вы можете. Вы можете работать так, что ваше имя будет гуглиться и все такое. И вы будете зарабатывать деньги и все прочее. Все будет круто. Вы будете жить крутую жизнь. Но там, в свете софитов, чемпионом в UFC и лучшим комиком, лучшим певцом, Филиппом Киркоровым, гениальным писателем, вы без этой патологии не станете. То есть, нужно жестко все время страдать от этой патологии и все время пытаться обуздать ее, перепрыгивая, перепрыгивая, перепрыгивая. У Нила Брэннона есть концерт, называется «Три микрофона». Он в нем рассказывает, я сейчас постараюсь покорочен, там есть два момента. Он же в этой патологии живет. В общем, и он там рассказывает. У меня с этой патологией, чтобы бороться, было два варианта. Таблетки и достижения. В жизни у меня было две трагедии. Первая, когда таблетки перестали работать. Но у меня все еще оставалась моя штука с достижениями. А потом он же реально добрался до самого верха. Ну, вот как там сценаристы, шоу-мейкеры и все прочее. И он говорит. И мне когда рассказали, что я вот этого успеха-то предельного добился, ехал в машине, я разрыдался. Потому что я ничего не почувствовал. А потому что это неизбежно. Потому что твой внутренний критик и требование, чтобы получить право быть через достижения, всегда будет обгонять твою реальную способность за этим следовать. Ты всегда будешь мучиться. И в какой-то момент достижения перестанут работать. И ты уже такой типа. И тогда что делать? Тогда делать то, что я сейчас вот буду объяснять. Просто лучше вам начать это делать до того, как вы начнете подыхать. Потому что видит Господь Нилу Брэнану было не очень хорошо. Я 100% в этом уверен. Люди у меня порой по 4 часа подряд на консультациях просто рыдают, завиваясь соплями от того, как вообще тяжело это все. Вот если я тебе скажу, что фильм 7 из 10. Что тебе это скажет о содержании фильма? Ну, о содержании мало чего, но скорее всего... А что? Если мало чего, то что? Ну, скажешь, что, скорее всего, это фильм такой, который можно посмотреть. Это не полное говно. Это оценка, не содержание. А, а содержание? Нет, содержание ничего. Содержание ничего. Если я скажу, что я оценил фильм как 7 из 10, ты только узнаешь, что у меня он отозвался какими-то чувствами, которые примерно 7 из 10. А ты посмотрел фильм и сказал, что фильм говно. Так. А фильм какой? Так, ну, понятия не имею, но какой-то фильм. Да, фильм, он какой-то. Да. Там какие-то актеры, какая-то музыка, какие-то цвета, какой-то жанр, какой-то режиссер, какая-то продолжительность. Фильм какой-то. Он нехороший. И неплохой. Ну, можно же по-разному говорить. Если мы говорим про кино отдельно, да, то мы можем говорить, ну, киношным языком. Можем говорить какие-то объективные какие-то брать вещи киноиндустрии и говорить, что, типа, это кино хорошее. Вот почему. Или это кино плохое. Вот почему. Это попытки втиснуть это куда-то в какие-то критерии. Именно поэтому у людей очень сильно, даже у критиков могут разниться. Один скажет, это кино хорошее, поэтому второй скажет, я не согласен. Это говно. Да, я понимаю, о чем ты говоришь, но можно просто взять объективно плохой фильм и... Нельзя. Ну, как нельзя? Можно. Ну, давай я расскажу как. Ну, вот эти фильмы «Женщины против мужчин», ну, это объективно плохое кино. Как ты это поймешь? Это кино плохое, как искусство. Как ты это понимаешь? По многим причинам. Сценарий. Как ты понимаешь, что он плохой? А это видно, сценарий. Я смотрел хорошее кино, потому что... Которое у тебя отзывалось хорошо и которое... У нас же есть классика кино. Как, допустим, «Побег и Шаушенко», это же хорошее кино. Это хорошее кино. Это кино. Это классик. Это не хорошее кино. Оно тебе понравилось. И оно понравилось очень многим людям. Оно мне понравилось, потому что это хорошее кино. Нет, потому что оно тебе понравилось. Ну, не только поэтому, потому что оно хорошее кино. Там есть... Как ты это... Там есть многие факторы, которые сложились. Хороший сценарий, хорошая операторская работа. Как ты узнаешь, что хорошая операторская работа? Ну, я же вижу. Это гораздо лучше, чем у мужчин против женщин или женщины против мужчин. Потому что тебе понравилась операторская работа там. Она не хорошая, она тебе понравилась. А кому-то не понравится. Ну, хорошо. Все дело в том, что, да, многим людям этот фильм может не понравиться с большей вероятностью, а многим понравится. Но все дело в том, что этот фильм, он какой-то. И кому-то он понравится, а кому-то не понравится Он не объективно хороший и не объективно плохой Ты можешь говорить, что типа, ну хорошо Но если 85% людей сказали, что он хороший, им понравилось А 15% сказали, что он плохой Так и что? 90% мух не могут ошибаться насчет говна? Или что? Хорошо, ты хочешь сейчас сказать, что все, конечно, субъективно и так далее Не только, нет, ты с этим борешься, потому что ты в этой модели непосредственно сами сидишь Потому что у тебя есть объективно хорошие и объективно плохие вещи Ну да, конечно Почему конечно? Это же на самом деле один вариант рассматривать явление Вот смотри, эта вещь, которую мы делаем с детства То есть кто-то лучше, а кто-то хуже, кто-то хороший, кто-то плохой Это мы делаем потому, что нам легко себя втиснуть в самооценку Вот самооценка, это понятно Не надо разбираться в явлении, вот какие-то мелкие детали выделять Вот есть хорошее, есть плохое Вот это и людям интересно, а это людям не интересно Я вот буду делать то, что интересно, и то, что не интересно, не буду Так я узнаю, хороший я или плохой А потом вот люди вступают в отношения Ну романтические, или межличностные, или дружеские И ты вроде такой классный, и интересный, и все такое А что-то не клеится Почему? Потому что ты какой-то, а другой человек какой-то И вот квадратный кубик, он влазит в квадратную дырку, а треугольный в треугольную Ты не хороший и не плохой У тебя просто есть потребность через деятельность узнать, что ты хороший Ты сейчас говоришь про человека, про качество человека, а я говорю про искусство То же самое с искусством Ну, все-таки я считаю, что искусство, такое, как кино, допустим, да? Оно все-таки, оно ремесло, и ремесло может быть хорошее и плохое Можно стараться делать так, что понравится большому количеству людей И стараться так, что не понравится никому Вот это 100% точно Это можно Я не говорю, что не нужно трудиться делать что-то Я лишь говорю, что искусство, оно не хорошее и не плохое В него можно вложить сколько-то сил Можно постараться его проработать Можно постараться на что-то опереться Но факт в том, что понравится это кому-то или не понравится Это вопрос в том, подойдет оно кому-то или нет Ну, мы можем говорить, вот, допустим, с точки зрения ремесла, как, допустим, как плотники, которые сделали хороший стул и плохой стул. Ты же можешь говорить, что это... Если у стула есть какая-то цель понятная. Как у кино есть... Какая понятная цель есть у кино? Ну, донести там тебе... Да, то донести, что у Майкла Бея вот так взорвался трансформер, пока летел. Это хорошее кино или плохое? Ну, это, смотри, ну, а, допустим, если говорить про кино, которое несет какие-то глубокие, глубинные смыслы. И что, если, например... Типа дурак у Быкова. Например, смотря что, действительно, можно... Вот, если мы это втискиваем уже в какую-то эффективность относительно цели, у стула понятная цель. Дальше мы это втискиваем... Мы и дурака можем втиснуть в терминах эффективности. То есть, понять, что Быков хотел сделать этим фильмом. Не знаю, что он хотел сделать. И не знаю, получилось ли. Это скорее мне быковский дурак. Вот, знаешь, такая дура такая у меня павель. Дурацкая, да. С тем, что Быковский дурак это... Хроники Нарнии по-русски. Знаешь, почему? Почему? Потому что Хроники Нарнии написал... Забыл, к сожалению, именно... Автор, да. Который написал Хроники Нарнии. Он написал изначально для того, чтобы своим детям объяснить, рассказать про Библию. Их языком. Потому что, как ты помнишь, что там лев, который... Он... Это Иисус, который пожертвовал своей жизнью для спасения своего народа. Так же самое в дураке. Ну, в дураке там тоже такой язык, но только не сказочный. Ну, да. И там в лоб тебе дают на Иисуса аллюзию. Ну, да. Иисус был плотник, а дурак... Сантехник. Ну, типа, вообще, на самом деле, даже если быков так не хотел, отделаться от манамифа об Иисусе вообще сложно, на самом деле. И ты везде его куда-нибудь присунешь, потому что это очень важная часть жизни. То есть, это может даже, кстати, случайно произойти, но это все равно будет иметься в виду Иисус. Возвращаясь к нарциссизму, о том, как на самом деле из этой модели вылазить. То есть, нарцисс, он живет все время в самооценке. Он все время занимается тем, чтобы быть оцененным как-то. И его устраивает только хорошо. То есть, он живет в шкале плохо-хорошо. И его миссия это подольше продержаться сверху, потому что он от этого себя хорошо чувствует. И поменьше продержаться снизу, потому что от этого себя чувствует плохо. Поэтому он и выдумывает эти хорошо-плохо и все прочее. Чисто вот он их как-то всегда втискивает куда-нибудь, чтобы их как-то объяснить. Вещи, они какие-то. Они не плохие, не хорошие. Они какие-то, они подходят для чего-то. Вот этот стул подходит для того, чтобы на нем сидеть. Этот стул подходит для того, чтобы им Джон Сина в рестлинге кого-то ударил. Да, сидеть для него не получится, но кадр отменный. Так вот, чтобы вылезти из нарциссической модели самооценки, сказать, что у тебя нормальная самооценка, так и сказать, что у тебя нормальный коронавирус. То есть, типа, самооценка – это проблема изначально. Она не может быть нормальной, она проблема. Нормально так. Я какой-то. Во мне до хрена всего намешано, и я еще и меняюсь, и отследить себя. Это вообще непонятно. Я какой-то. Я на что-то как-то реагирую, обо что-то думаю, и какие-то у меня что-то какой-то я вот всякий. А ты еще какой-нибудь. И когда я с тобой разговариваю, я себя как-то от тебя чувствую. Если мне нравится, как я себя чувствую от тебя, и мне нравятся, какие мысли у меня от тебя идут, я еще с тобой буду разговаривать. А если не нравится, то не буду. Короче, вы какой-то, и вам от чего-то в жизни, от каких-то событий, дел, людей, еды, неважно, вам от чего-то, как-то, эмоционально. И дальше что вы делаете? Вы пытаетесь узнать, какой вы, делая всякое, познавая себя в разных делах. О, я не знал, что я такой. О, мне вот это нравится. А я вообще-то не знал, что я так отреагирую. Я вот, вы узнаете, какой вы, вы какой-то. И стараетесь делать больше того, от чего вам хорошо, и меньше того, от чего вам плохо. Вам не важно, ну, типа, хорошее, плохое, или еще какое-то. Вот важно, как вы себя от этого чувствуете. И вы строите жизнь, чтобы больше сталкиваться с тем, от чего вам хорошо, и меньше с тем, от чего плохо. Я не говорю не работать и не вкладывать усердную работу над чем-то. Усердно работать над чем-то и развиваться, это хорошо и интересно, и прикольно. Я не говорю не зарабатывать деньги и не наезжаю на то, что вот вы все через деньги себя, свою самооценку. Я наезжаю на попытку себя оценивать через деньги, да, потому что это тупость. Этим страдают люди с заработком в 30 тысяч в месяц, и страдают люди с заработком, которые за 300 тысяч в месяц только квартиру снимают в Москва-Сити. Деньги тоже крутая вещь. С их помощью можно что-то делать. Так что ты живешь жизнь так, чтобы сталкиваться больше с вещами, от которых тебе хорошо, и меньше с которыми плохо. Все. Вот туда надо вылазить из нарциссизма. Ты делаешь дела, от которых тебе хорошо, и где тебе интересен процесс, и не делаешь дела, от которых плохо. Есть сложности, типа дела, от которых поначалу будет плохо, но потом хорошо, или дела, от которых долго хорошо, но потом будет очень плохо. Это понятно, что есть усложнение Но в целом, в долгосрочной марафонской перспективе Ты пытаешься наполнить свою жизнь процессами От которых тебе хорошо Потому что тебе хорошо от них И убрать процессы, от которых тебе плохо И людей, и все остальное В такой системе тебе не будет плохо Потому что ты плохой И тебе не будет хорошо, потому что ты хороший Потому что будешь делать много всего, от чего тебе хорошо И не будешь то, от чего плохо А ты сам какой-то Какие-то люди тебе подходят, а какие-то нет Ты общаешься с человеком, и он тебе не подходит и ты ему говоришь, до свидания. Ты не должен всем подойти, всем понравиться. А какой-то человек тебе подходит, и ты ему подходишь прям какой ты есть. Не такой, какой ты ему понравился, потому что ты клевый, интересный, а вот прям в самом своем вот этом вот ядре. Вы даже можете с ним сидеть и молчать. Отлично себя чувствовать будете все проводить время, потому что вы подходите друг к другу. Конечно, я напоминаю для автора комментария, по которому я проезжался. Это не терапия. Я не лечу нарциссическое расстройство личности по фотографии и по видосику. Но если вы вцепитесь в то, что я сказал и каким-то образом это обмозгуете, и сможете отслеживать себя, когда вы в этой нарциссической модели, о, а сейчас я делаю вот это, чтобы они меня каким-то восприняли. А сейчас я вот смотрю на этого человека, и он вроде бы богаче, чем я, но зато он жирный. Обесцениваю его. И вот это вот все. Замечайте себя в процессе этого и думайте, а что я вообще, типа, что я вообще, что. Сейчас детей современных воспитывает то поколение, которое жило в лишениях, но у которых не было всего. И они детям хотят дать все. И они удовлетворяют потребности с опережением. То есть ребенок еще не успел там что-то захотеть прям сильно, а уже снялась потребность. Ее уже удовлетворили. И это, кстати, является причиной, почему потом нет мотивации у детей. Потому что в основе мотивации напряжение, неудовлетворенных потребностей. А у нас сейчас что? Ты утром захотел что-то? Маме ссылку бросил? Мама по интернету заказала? Вечером доставка приехала. Даже не надо ждать до зарплаты родителей. Даже не надо ждать до праздника. Даже не надо ничего ждать. И отсроченно удовлетворять потребность. Там давай до Нового года подождем. То есть вы считаете, это хорошо? Что? Ну вот отсроченная потребность. Это, конечно, только отсроченный. Вот показатель того, сколько вы можете ждать, пока удовлетворится ваша потребность, говорит о взрослости. То есть об эмоциональной взрослости. Можно видеть, например, двух детей, которых там везут в колясках, оба пить захотели, а у мамы воды не оказалось. И вот младенец будет просто орать. Он хочет пить, он не может ждать. Он совсем не может ждать. А постарший будет злой сидеть, но он уже терпит. Он уже ждет. А еще постарше он уже даже как-то так терпит, что даже уже не злой, да, и не видно. Чем дольше мы можем подождать, тем более эмоционально взрослые мы. Купил вот так вот ребенку мячик, потому что он попросил мячик. А ребенок как был несчастен до покупки мячика, так он продолжает быть несчастен после покупки. Потому что он-то ведь не мячик хотел, а он с папой хотел поиграть в этот мячик. А папа-то мячик купил, потому что тот попросил, а у самого дела. И в общем времени-то нет, например, в это поиграть. И потом родители могут предъявлять ребенку, а что это, я же все сделал, как ты просил. А ребенок-то не знает, чего он на самом деле-то хочет. Он вот чего-то хочет, а вот догадаться-то вот этого, что ему контакт сейчас, например, нужен, не вещь вот эта, а контакт, это вот должны родители, по идее, выполнить эту функцию. Вот разгадать, что ему нужно. А для того, чтобы родитель мог разгадывать, что с ребенком, он должен видеть этого ребенка. Видеть ребенка. Не себя неудовлетворенного. А вот себя лучше сводить на психотерапию и разгадать, что с тобой там было, и все это разрешить. А ребенка уже видеть. А у нас никто не учит видеть другого. У нас только психотерапевтов учат видеть другого. А в основном у нас как разговор ведется с людьми? Ну, ждешь, пока закончишь. Пока тот закончится, быстрее свое сказать, да. А если другой говорит, то уже слушаешь не то, что он говорит, а свои возражения, например, на то, что он говорит. Контраргументы или что-то еще. И у того собеседника-то и нет ощущения, что его вообще тут видели, слышали. И у ребенка нет такого ощущения. А он ищет этот контакт. Ты же когда недополучил чего-то от своих родителей, ты же от этого стал несчастливее. Ну, сто процентов стал. Потому что с этим связано ряд вещей. То есть тебе что-то не дали. Там одноклассники посмеялись над этим. Или дали, но не то абсолютно. И ты остался в напряжении. И это напряжение держит тебя в живых. В тонусе. Но оно же неприятное. Оно может быть и неприятным. Но ты готов что-то хотеть. И что-то делать. А современные дети, они расслаблены до смерти. Они до смерти расслаблены. Они в школах, вот учителя жалуют, они ничего не хотят. Им ничего не интересно. У них вот в основной массе, нет, отдельные, конечно, есть дети. Они совершенно в других семьях воспитываются. И там все это есть. Но в основной массе своей им не интересно вникнуть вглубь предмета изучаемого какого-то. Они спешат сказать, а мне это зачем? Мне это как в жизни пригодится? Да к тебе это везде в жизни пригодится. Ты вот хоть какой профессией ты займись, если ты не знаешь вот этого всего, ты будешь неинтересен. В любой профессии ты будешь неинтересен. В данный момент самое актуальное для меня направление это аранжировка индивидуальная, групповая и профориентация. Это уже постарше дети? Да, это дети постарше, это школьники. Аранжировка, это, собственно, выросло из того, что я очень долгое время занимаюсь музыкой. Пришел из металла и долгое время занимался металлом, потом занимался рэпом. Сейчас я, наверное, могу делать практически все, что мне понравится. Мультиинструменталисты? Или на чем ты играешь? Я играю на гитаре, играю на бас-гитаре, немножко на клавишных и занимаюсь битмейкингом, скажем так, активно. Вот, это моя роль. Самый такой минимальный возраст, который был у меня, это 12 лет. Вообще, конечно, лучше лет 13-14 старше, потому что там уже это более актуально. То есть 12 лет это такое самое начало вот этого тинейджерского возраста. Да, вот я к тому, что такое отрицание идет у детей, наверное, которые сюда приходят. Нет? Ну, типа, вот ты же вроде как молодой. Нет, на самом деле обычно нет. Наоборот, у многих есть интерес. Их, конечно, приводят родители, но зачастую я вижу очень быстрый интерес в глазах, потому что в возрасте лет 14 уже как бы там и социальное давление уже достаточно сильно происходит там и в школе, и родители. И ему самому интересно себя познавать, ребенка-то, потому что он сталкивается со многими ситуациями уже в взрослой жизни, да, и ему интересно, куда он дальше. То есть, ребенок сюда приходит, он здесь чем-то занимается, для него это не выглядит как терапия. Терапией занимаешься ты, да? То есть, ребенок сюда ходит в смысле тем, что вы играете здесь музыкальные инструменты. Ну, да. А ты занимаешься... Нет, аранжировка это вообще не относится к терапевтическим направлениям, это скорее... Просто развитие. Да, это развитие, это педагогическое направление, да, развитие аудиального, да, вот, слухового восприятия. Вот, умение сопоставлять различные детали, опять же, замечать какие-то тонкости. Но нет у тебя такого, что ты занимаешься чем-то с ребенком и в какой-то момент понимаешь, что вот что-то он недосказал, недопонимают родители, и что нужно именно терапевтическая консультация теперь. Вот он пришел, вы что-то поиграли, ты что-то услышал. Нет, в некоторых случаях, да, на каких-то занятиях это, конечно, происходит. И иногда это бывает в контексте, допустим, даже где-то в групповых занятиях я вижу, что с ребенком что-то произошло, что-то его выбило. И вот бывают случаи, когда вот действительно нужно уделить внимание ребенку, с ним пообщаться, уже подробнее понять, что с ним происходит, дать ему саму, точнее, показать, что это может быть в каких-то случаях, действительно объяснить. Так или иначе на занятиях будут происходить ситуации, когда какой-то ребенок, вот, его что-то вышибает. Ну, он сталкивается со сложной ситуацией, вот, например, ситуация, вот, на занятиях по моделированию с бумаги частая достаточно, ребенок делает что-то, оно у него ломается, потому что, ну, бумага вещь достаточно хрупкая, что-то может смяться, что-то может плохо приклеиться, и, естественно, вот ситуации неуспеха, они, как бы, провоцируют вот это вот ощущение катастрофы, ощущение собственной неполноценности, да, и ребенок это воспринимает очень болезненно, у него еще нет такого вот масштабного опыта взаимодействия с этим. Вот, и в таких случаях, вот, допустим, очень неплохо работает то, что мы начинаем считать, например, попытки, да, вот этот такой трюк, вот, то есть мы начинаем считать, с какой попытки у него получится, и через некоторое время замечают ребенок, что действительно у него может получиться просто не сразу. И это вот в дальнейшем, допустим, через один, два, три месяца, да, как правило, у ребенка это уже не вызывает вот такого ужаса, что что-то сломалось. Резюмируя, все, что мы обсуждали, обсуждали с разными людьми, работающими в центре «Обыкновенное чудо», в том числе с Александром, что вести условно детей психологический центр, это не тогда, когда ты считаешь, что твой ребенок психически нездоров, если вот вы спрашиваете у ребенка, куда ты хочешь ходить, а он говорит, я не знаю, он не знает, куда он хочет ходить, можно привезти сюда, и в целом отсюда может что-то быстрее аккумулироваться, да? Да, конечно. Не стоит забывать о том, что и детей, которые, условно говоря, болеют, если так можно, условно сказать, для понятного зрителя, действительно, психически или психологически это, знаю, их тоже как раз уместно приводить сюда, потому что мы знаем, как их адаптировать и как им помочь, и как помочь родителям. Мы этим занимаемся. Спасибо вам огромное. Я в свою очередь хочу сказать, что у вас есть, в отличие от Сергея, какой-то невероятный, видимо, шарм природный, никак к этому не связано, скорее всего, с вашей именно профессиональной деятельностью. У вас есть, у вас очень большие глаза, вам уже, наверное, об этом говорили. Были когда-то. Нет, сейчас очень большие глаза, у вас очень широкий разрез глаз, и именно с помощью какого-то этих вещей вы прям очень уникально смотрите, когда говорите. У Сергея такого нет. Нет, но мне девочки пишут, что у меня уникальный шарм. Ну, потрясающе. Спасибо вам большое.